Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Применение заменителей солода обычно изменяет, а иногда ухудшает качество пива, по сравнению с пивом, приготовленным из чистого солода. В некоторых странах, согласно правилам о чистоте продуктов, применение заменителей запрещено, а в других доля таких заменителей лимитирована. Или при маркировке должно быть указано, что для производства пива были использованы такие заменители. Большие доли заменителей могут быть причиной значительного ухудшения качества пива. Может использоваться рис или сахар для изменения состава или цвета сусла. Соображения хозяйственного порядка также играют роль в применении заменителей. Экстракт из несоложенных зерновых культур дешевле, чем солодовый экстракт. И тем не менее, там где рис или кукуруза особенно дешевы, например в США, Южной Америке, Японии перерабатывают заменители в широком масштабе. Подходящими заменителями солода являются зерновые культуры, содержащие достаточно крахмала. Зерновые культуры или другие крахмалистые заменители можно перерабатывать только при одновременном использовании солода. Сами они не осахариваются. В России и в ряде других стран при применении заменителей солода, в частности ячменной муки, используют ферментные препараты, что улучшает осахаривание состава сусла и ускоряет процесс. Переработка крахмалистых заменителей связана с определенными трудностями и может удлинить технологический процесс. Сахар можно добавлять без затруднений в конечной стадии варочного процесса, или при поступлении горячего сусла в холодильные аппараты. Обычно отмечается, что добавка заменителей до 10% существенно не отражается на качестве пива. Несоложенные зерновые культуры. Ячмень хорошо раздробленный и раньше добавляли в количестве от 6 до 10% к засыпи, чтобы улучшить пенистость и повысить полноту вкуса пива. Положительное воздействие обусловлено было содержанием более высокой доли гуммиобразных веществ в сыром ячмене. Добавка раздробленного ячменя имеет значение при переработке перерастворенных солодов. Однако надо иметь в виду, что из оболочек ячменя в сусло переходят вещества, которые при замачивании и соложении ячменя частично устраняются. Это загрязнения, прилипшие к поверхности зерна, дубильные и горькие вещества из оболочек, которые попадают в сусло и придают в дальнейшем пиву резкий привкус. Раздробленный ячмен нельзя долго хранить, так как он имеет более высокую влажность и быстро загнивает. Экстракт из ячменя более дешевый, чем солодовый экстракт, поскольку нет необходимости в расходах, связанных с соложением и потерями при нем. Однако выход экстракта ячменя ниже. Ячменная крупа и остатки эндосперма в шелухе с трудом разжижаются и разница в выходе экстракта, полученного в лаборатории 74-79% в пересчете на сухое вещество и в варочном отделении больше, чем у солода. Пшеница в несоложенном виде не перерабатывается, только лишь в Бельгии по методу де Клерка применяется небольшое количество для производства сапециальных самопроизвольно бродящих сортов пива – ламбик и петерман. Пшеница имеет такой же состав, как и ячмень, однако является более экстрактивной – 70-76% крахмала в сухом веществе. У твердых сортов пшеницы, как уже говорилось в разделе о пшеничном солоде, более высокая доля клейковины вызывала бы затруднения при фильтрации. Рожь. Используется для производства кваса в России. В производстве пиво не применяется. Имеет более низкую экстрактивность, чем ячмень, не имеет мекинной оболочки. Основным белком рыжи является кайковина. И согласно имеющимся литературным данным, добавка рыжи всегда вызывала трудности при фильтрации и осветлении пива. Овес добавляли в несоложенном и дробленном виде к ячменному солоду при производстве некоторых специальных видов пива верхового брожения в Англии. Полой тхинду овсяная амилаза расщепляет почти весь растворимый крахмал до мальтозы. Овес имеет низкую экстрактивность и содержание белков, однако высокую долю оболочек, около 40%. Поэтому, как упоминает Пупье, его часто добавляли к засыпи в Чехии, чтобы увеличить фильтрующий слой и облегчить фильтрацию. Это было связано также с несовершенным оснащением фильтрационных пчанов. Однако сейчас, по мере совершенствования фильтровального оборудования, добавка овса при производстве пива может стать ненужной. Рис принадлежит к наиболее полноценному крахмалистому сырью. Очищенный рис – это чистый эндосперм рисового зерна, который при очистке и шлифовке освободился от оболочек и частично от белков, жиров и других балластных веществ. Состав риса, главным образом содержания белков и жиров, колеблется в зависимости от сорта и происхождения риса. Хорошо очищенный и отшлифованный рис содержит обычно 11-12% воды, 7-9% белков, 67-72% крахмала, 0,5% жира. Выход экстракта в сухом веществе достигнет 94%, а выход экстракта в варочном отделении колеблется от 80% до 83%. Крахмальное зерно риса наименьшее из зерновых культур. Солодовые амилазы воздействуют на него очень медленно и поэтому обработка риса требует определенной осторожности и времени. При затирании из белков риса в раствор переходит только небольшое количество. Поэтому рис используется для производства пива стойкого к холодному и коллоидному помутнению. Добавка риса снижает также цвет сусла, что выгодно при производстве экспортных сортов пива, от которого обычно требуется особенно светлый цвет. Однако добавка риса несколько снижает полноту вкуса пива. При переработке больших количеств риса дрожжи теряют аглютинационные свойства. В пивоварении обычно перерабатывается дешевая рисовая сечка. Это битое зерно или облопки зерна, образовавшиеся в процессе очистки риса. В случае использования рисовой сечки следует заботиться о том, чтобы зерна были чистые, блестящие, без коричневых пятен, то есть остатков плодовой и семенной оболочек. А в рисовой сечке не должно быть песка. Кукуруза. Это тоже хороший заменитель, который, однако, не должен применяться в необработанном виде. Она содержит от 4 до 6 процентов жира, который легко прогоркает. И вместе с горькими веществами из оболочки оказывает неблагоприятное влияние на вкус пива. Поэтому кукуруза очищается, освобождается от оболочек, зародышей, содержащих наибольшее количество жира. На варку кукуруза поступает в виде кукурузной крупки, которая содержит только 1-2 процента жира. Состав кукурузной крупки колеблется в зависимости от сорта и происхождения кукурузы. Ее влажность равна 12-14 процентов. Содержание белков 9-10 процентов. Крахмала 60-64 процента. Экстрактивность кукурузной крупки почти такая же, как экстрактивность хорошего сода. Утверждают, что добавка кукурузы повышает полноту вкуса пива. По люерсу при затирании в раствор переходит только небольшое количество кукурузного белка. А по виндишу при варке он коагулируется. Следовательно, на вкус пива влияют другие компоненты. Много кукурузы перерабатывается прежде всего в США. Используется она и в других странах, где высокий уровень ее производства. Мнения относительно пригодности кукурузы в качестве заменителя солода различны. Хранению кукурузной крупки необходимо уделять повышенное внимание. Из-за высокой влажности и наличия жира. Крахмалистые продукты. Путем обработки из зерновых культур довольно легко изготовить крахмалистые продукты. Которые значительно легче перерабатываются в варочном отделении по сравнению с необработанными зерновыми культурами. Кроме того, такие продукты могут дольше храниться, не теряя качества. Они изготавливаются на заводах по утилизации зерновых и перерабатываются на пивоваренных заводах уже в виде хлопьев или рафинированной крупки. Хлопья для пищевых целей получают из кукурузы, риса, пшеницы, овса. Для пивоваренных заводов обычно достаточно самой простой обработки. Обработанная кукурузная крупка, например, получается так. Сначала ее замачивают и запаривают, чтобы она частично клеистеризовалась. А потом высушивают до влажности подходящие для хранения 6-8%. Хлопья изготавливаются таким образом. Клеистеризованная крупка прессуется на валиках, обогреваемых паром и одновременно высушивается. Существует еще целый ряд способов по производству этих продуктов от частичной обработки до производства чистых крахмалов. На пивоваренных заводах может использоваться как вышеперечисленное крахмалистое сырье, так и прямая переработка кукурузной или рисовой крупки и муки. Картофельный крахмал или картофельная мука поступает в виде крахмала второго сорта. Это достаточно хороший заменитель, который часто содержит свыше 90% экстракта. Крахмальная мука хорошо перерабатывается. И крахмал быстро клеистеризуется. И хорошо осахаривается. Пиво получается более светлым, с чистым вкусом. При большой добавке крахмала в сусли наблюдается недостаток ассимилированных белков. И при главном брожении дрожжи часто вспучиваются. Картофельную муку часто путают за крахмальную муку. Картофельная мука изготавливается путем измельчения сухого картофеля. И не является таким чистым продуктом, как крахмальная мука. Она содержит остатки кожуры и некоторые вещества из картофеля, которые отрицательно влияют на вкус и запах пива. В качестве заменителя солода она не рекомендуется. Маниока – это продукт крахмалистых корневищ, различных тропических растений. Прежде всего растение маниота утилиссима, произрастающего в Южной Америке. Как заменитель солода, маниока используется за границей в небольшом количестве. Под эклерку маниока содержат щелочные вещества, которые вредно, влияют уже при затирании и ухудшают общие результаты. Переработка сахаров или сахаристых продуктов не представляет трудностей в технологическом процессе. Они легко растворяются и добавляются обычно к суслу при варке с хмелем. Иногда при поступлении сусла в холодильные аппараты или в отстойный чан. Чистые сахара сбраживаются дрожжами без остатка. Инвертный сахар прямо. Сахароза после инверсии дрожжевой инвертазы. В варочном отделении варят кристаллический крахмальный сахар или используют инвертный сахар. Разные виды сиропов для подслащивания темного пива. Кристаллический рафинированный белый сахар из свеклы или тростника. Это наиболее чистый продукт. Содержит не менее 99,8% сахарозы. Не более 0,03% золы и 0,08% воды. Остальные примеси незначительные. Более подробно мы ранее на канале уже разбирали машинно-аппаратурную схему производства сахара белого. Устройство, принцип работы и настройку свеклорезок. А также подбор ножей для них. Расчет свеклорезок. Если вам интересна тема производства сахара белого, вы можете ознакомиться с этими видео в плейлисте машинно-аппараты пищевых производств. Однако продолжим по пиву. Сахар хорошо хранится и для пивоваренных целей пригоден в виде крупной и средней гранулометрической фракции. Рафинированный сахар бесцветен. Так что в качестве добавки снижает цвет сусла. В зависимости от использованного количества влияет на состав сусла. Отношение сахаров к несахарам возрастает, а содержание белков ниже, чем в сусле, чисто солодовом. Тем самым улучшается физико-химическая стойкость и повышается степень сбраживания. Большая добавка сахара оказывает отрицательное действие на пеностойкость и несколько изменяет нормальное выражение. Раствор чистой сахарозы иногда добавляется в лагерном отделении, чтобы улучшить дображивание. Рафинированный сахар можно использовать также для подслащивания пива. Сахар-сырец. Представляет собой кристаллы сахарозы, покрытые остатками маточного сиропа мелассы. Это сыпучее, несколько липкое вещество, от светло-желтого до темно-коричневого цвета, хранится плохо. Влажность колеблется от 2 до 5%, содержание экстракта от 88 до 95%, золы от 0,8 до 4%. В зависимости от степени загрязненности мелассы он может повысить цвет и изменить вкус сусла. Поэтому его используют только при производстве темных сортов пива. Инвертный сахар или по-другому искусственный мед. Изготавливается из сахарозы инверсии кислотами. Он содержит приблизительно одинаковую долю глюкозы и фруктозы. Экстракт колеблется от 83 до 85%. Дрожжи сбраживают его почти без остатка. Инвертный сироп содержит 60-66% экстракта. Фруктоза инвертного сахара на вкус имеет более высокую сладость, чем сахароза. Поэтому инвертный сахар чаще применяется для подслащивания темных сортов пива. Крахмальный сахар. Глюкоза. В качестве заменителя солода применяется в Англии, Бельгии и других странах. Его изготавливают из разных крахмалов. Картофельного и кукурузного. Крахмальный сахар содержит кроме глюкозы небольшое количество других сахаров. И значительные доли несбраживаемых декстринов. 15-30%. По литературным данным добавка крахмального сахара способствует полноте вкуса пива. Его добавляют в сусловарочном отделении, а реже для подслащивания готового пива. На пивоваренный завод крахмальный сахар поступает в твердом виде. Или как крахмальный сироп. Крахмальный сахар имеет следующий состав. Сухого вещества не менее 78%. Глюкозы в сухом веществе 70-90%. Золы в сухом веществе 0,6%. Кислотность 0,1 мл 1 нормального раствора натрий-ОН на 100 грамм сухого вещества. Не более 25 мл. PH 4,5-5. Крахмальный сироп имеет почти такой же состав, как и крахмальный сахар. Однако содержит большее количество несбраживаемых декстринов. Содержание глюкозы в сухом веществе сиропа только 45-55%. Такой сироп использовали для подслащивания темных сортов пива. Однако его качество было неустойчивым. Часто он содержал еще неосахаренный крахмал и способствовал помутнению пива. Сахарный сироп изготавливался из свекольного инвертированного сахара. Это густая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета. При добавке к готовому пиву этот сироп нужно разбавлять. Он используется только для подслащивания темных сортов пива. Сироп содержит не менее 74% сахара, не более 1,5% золы. Он не должен содержать диктивые красители и вещества, вредные для здоровья. В пивоварении более пригоден, чем крахмальный сироп. Вы посмотрели видео лекцию. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Поставьте колокольчик уведомления. И вы будете получать уведомления о новых видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.